Та-та-ра-та-та-та... О, Господи, сколько... Сколько вопросов набежало! Здравствуйте, друзья! Меня зовут Денис Борисов, и сейчас я буду отвечать на ваши вопросы, на те из них, которые вы оставили у меня в Инстаграме. Час назад у меня был пост, в котором я предложил вам задать вопросы, на которые я буду отвечать. Вот сейчас пришло это время, сейчас я буду на них отвечать. Блендер... У нас, по-моему, нет блендера в доме. Я не знаю, это такие сложные вопросы, которые нужно задавать моей жене. Я в блендерах не разбираюсь. Я в других вопросах разбираюсь. По-моему, блендера у нас нет. У нас есть мясорубка какая-то, мы там покупали недавно, а блендера нет. Ладно. Давайте приступим к вопросам. Их достаточно много, они очень разнообразные. Я сейчас поотвечаю на то, что было задано в Перископе, вернее, не в Перископе, в Инстаграме, а потом отвечу на ваши вопросы, если они у вас останутся. Вы, в общем-то, можете комментировать мои ответы и высказывать свое мнение по тем вопросам, которые я буду зачитывать. Первый вопрос. Что ты думаешь о настольном теннисе как виде спорта? Я вижу, что в этом виде действенности присутствуют абсолютно все атрибуты вида спорта. Там есть соревновательный момент, что, допустим, нет в бодибилдинге или фитнесе. Имеется в виду реальный соревновательный момент, когда видно, как люди соревнуются друг с другом. Например, как в борьбе или в боксе. Поэтому настольный теннис замечательный вид активности. Мне кажется, это очень хорошо для тех людей, которые ведут сидячий образ жизни. Во-первых. Во-вторых, я слышал, что настольный теннис очень хорошо развивает концентрацию и внимание. И поэтому во многих азиатских странах настольный теннис весьма популярен как корпоративный вид отдыха. Даже так. Следующий вопрос. Какая, по твоему мнению, должна быть норма часов в день по чтению книг? Я не уверен, что должна быть какая-то норма, на которую нужно рассчитывать. То есть планировать типа вот норма и сегодня нужно вот именно столько, а не меньше. Я думаю, что читать нужно в удовольствие. У вас не получится делать что-то из-под палки. То есть когда вы настраиваетесь в таком плане, что вот мне не нравится, но я буду читать для того, чтобы быть умнее и чтобы быть умнее должен читать час или два в день. Это работает очень плохо. Поэтому бывают такие дни, что ты можешь читать и 10 часов в день, если книга какая-то интересная. А бывает так, что вообще читать не хочется. Поэтому я бы не стал ставить какие-то нормы. Но если у вас есть время почитать час-два в течение дня это очень хорошо. Перископ я снимаю на Samsung предыдущий, шестой. Сейчас же новый уже вышел, флагманская модель Samsung. У меня предыдущая, по-моему, на C6 называлась, если я не ошибаюсь. Подождите, про карнитин, ребят, тем более там будут про пищевые добавки дальше вопросы. Мы их как раз обсудим. Следующий вопрос. Денис, почему так мало материалов у тебя в последнее время? Я не совсем понимаю, про какие материалы идет речь, про мои книги, либо же про сюжеты, которые на YouTube выходят. Если про книги, то тогда могу сказать, что я расслабился, последний материал я выпускал еще в прошлом году, он назывался я 2.0, но сейчас я работаю над материалом, который имеет рабочее название 100 плагинов для управления вселенной. Он представляет из себя набор то, что я называю плагинов, конкретных рекомендаций по различным сферам жизни, таких как счастье, антистресс, финансовое благополучие, взаимоотношения и так далее. Материал очень сложный, пишется вообще с нуля полностью, никакие статьи я туда не компилирую, поэтому отнимает очень много времени. Ну, поэтому сейчас этого материала нет и выйдет он только скорее всего ближе к лету. Если же вопрос касается материалов на YouTube, то тут я не совсем понимаю в чем дело, потому что роликов выходят гораздо больше, чем выходило раньше, они более структурированы, они более четковые, они более пошаговые. То есть я даю там 5-6 рекомендаций там по той или иной теме. Даю их тезисно, экономлю ваше время и силы. Поэтому поэтому мне кажется все нормально с YouTube. Ну, а что касается платных материалов, ну уж извините, ребят, я не Папа Карло, не могу выпускать материалы каждый месяц. Я считаю, что лучше выпустить что-то более качественное, пусть реже, но что-то более качественное. Такая вот у меня политика сейчас. Так, твое отношение к эфедрину для жиросжигания. Эфедрин работает хорошо, эфедрин бодрит на низкой калорийности, а низкая калорийность нужна для того, чтобы похудеть. к эфедрину отношусь хорошо, добавка реально работает, к сожалению, она запрещена. Какие профессии в будущем будут востребованы? В будущем будут востребованы творческие профессии, профессии, связанные с мозгами, я имею в виду, что сейчас искусственный интеллект очень сильно развивается, и многие профессии, где отвечают на звонки, там, где операторы, они скоро станут не нужны, потому что все это сможет выполнять автоматика. Нужны будут по-настоящему такие профессии, где востребован человеческий мозг, творческие профессии, креативные профессии. Что касается конкретных направлений, то в будущем будут очень востребованы мобильные приложения, вообще вся наша информационная цивилизация, она постепенно скатывается к мобильному трафику. У нас сейчас глобально развит веб, сайты, скоро все это будет в мобильной версии существовать, то есть мы будем пользоваться приложениями, мы будем пользоваться мессенджерами, мы будем пользоваться ботами, и все это нам заменит современный интернет. Соответственно, если вы хотите хорошо устроиться в мире будущего, вы должны быть к этому готовы и развиваться в этих направлениях. Второе направление, которое будет крайне востребовано, это медицина. Та аналитика, те прогнозы, которые я смотрю, все больше и больше востребована в различных медицинских специальностях, поэтому имеет смысл над этим сейчас задуматься. Когда будет семинар в Санкт-Петербурге? Пока не планируется такой семинар. Можно ли приседать с винтами в голеностопном суставе, чем это может быть чревато, если нет, то как качать ноги? Качай в голеностопе, качай разгибаниями, качай разгибаниями, чревато может быть тем, что нагрузка будет выше расчетной и ты себя травмируешь и снова тебе придется переносить одну операцию. Вообще, эти вопросы должен обсуждать профессионал, твой лечащий врач, который знает, какая нагрузка была, какая операция и так далее. Следующий вопрос про язык. Правда ли, что после 12 лет невозможно выучить язык на уровне нейтивов? Если это так, то до какого уровня в процентном соотношении можно дойти, если брать нейтивов за 100? Не слушая никого, можно выучить на 100%, можешь выучить на 1000%. Я тебе уверяю, выучить можно все. Какая основная проблема? Понимать ты все будешь легко. У тебя может остаться акцент. Акцент может остаться в той ситуации, если ты над ним не работаешь. Все. Если ты работаешь над акцентом, именно работаешь, если ты идентифицировал проблему, то ты можешь выучить язык лучше, чем нейтивы. Потому что нейтивы, они все разговаривают на разном уровне. Есть какой-нибудь ковбой из Техаса, а есть какой-нибудь профессиональный спикер из Силиконовой долины. У них язык будет принципиально разный. И если ты ставишь акцент на том, чтобы говорить просто как обычный пользователь, ну как обычный пользователь языка, то это одно. А если ты ставишь тебе цель выучить язык на уровне спикера, да, или там политика, к примеру, то у тебя вполне возможно, что язык будет лучше, чем у нейтива. Особенно, если у тебя есть хороший бэкграунд на твоем родном языке. Поэтому не слушай никого, можно выучить, это совершенно не проблема. Я знаю много людей, которые говорят как минимум не хуже, чем родившиеся и говорящие на этом языке. Ты не обманешь нас, ты дрыщ. А я никого не обманываю, я дрыщ. Где я говорил, что я не дрыщ? Я и есть дрыщ, ребят. Я тренируюсь сейчас два-три раза, очень давно без фармакологии и самое главное, я не ставлю себе цель в больших наборах. Так. Кто-то меня все это терроризирует. Так. Если мы твари, то почему нам приятно, когда сделали добро кому-то? Когда ты делаешь добро кому-то и это оценимо, ты считаешь, что ты лучше, чем он. Ну, потому что он не сделал, а ты сделал. Ты сильнее, чем он. Я красавчик. Ты получаешь свою дозу эндорфина. Но это работает не во всех ситуациях. В тех ситуациях, когда у тебя есть возможность сделать добро, и ты особо много от этого не потерял. А вот в тех ситуациях, когда для тебя это очень большие потери, ты чаще всего добро делать не будешь. Вот попробуй, вот если сосед к тебе обратится или вообще человек с улицы обратится и попросит дать твой Мерседес или твою машину. Вообще, левый, ты ему дашь, ты ему не дашь. Почему? Потому что эгоистичное животное поведение. Ну, в общем, это отдельная долгая тема. Может быть, когда-нибудь мы к моему придем. Церковный пост, польза или вред. Я не изучал церковные диеты. В целом, диета это хорошо, с одной стороны. Если эта диета ограничена по некоторым нутриентам, например, нельзя продукты животного происхождения, то я считаю, что это плохо. Если это длительно в таком образе, то это будет плохо, потому что нам для нормального функционирования нужна пища разного стиля. Как думаешь, Денис, можно ли одновременно заниматься в зале и делать кардио и при этом прогрессировать? Да, можно, особенно если использовать фармакологию. Ты должен понимать, что тебе будет сложнее. То есть, это нагрузки разноплановые, аэробные и аэробные. Соответственно, вообще, посмотри, мой последний семинар в Москве, там есть видеозапись, как раз был подобный вопрос, я на него там структурировано, подробно отвечал. Вопрос про искренность. Всегда ли надо быть с человеком искренним или ставить перед собой стену и скрывать чувство? Конечно, всегда должно быть по-разному. Это зависит от конкретной ситуации. В какой-то ситуации ты можешь получить больше, если откроешься к человеку и будешь ему доверять, а в какой-то ситуации это нельзя ни в коем случае делать. Это зависит от того, с каким человеком вы имеете дело. Как правильно выбрать путь развития, если тянет становиться в самых разных направлениях? Допустим, я программист, но знаю, что у меня есть способности в скульптуре и хочу это развивать и хочу еще уметь классно с людьми общаться и уметь ими руководить. Лучше сразу бить по всем фронтам или выбрать одно главное направление или может лучше основную часть времени тратить на главное дополнительно использовать как отдых в виде смены рода деятельности. Выбери то, что тебе больше всего нравится и совершенствуйся в этом. Нравится больше всего скульптура, занимайся скульптурой. Называется программ... Больше всего нравится программирование, занимайся программированием. То есть выбери то, от чего ты получаешь больше всего удовольствия и в этой сфере пытайся развиваться. И будет тебе счастье, будет тебе бинго. Расскажи про реабилитацию травм спины, пожалуйста. Это долгая тема, ребят. Вначале вообще исключается нагрузка, потом нагрузка начинается постепенно а-ля лечебная физкультура, когда вы просто двигаетесь без всяких отягощений, лежа на полу. Опять-таки, что со спиной? Какие отделы повреждены были? Смысл такой, что начинается от простого к сложному. Вначале имеет смысл даже в воде делать упражнения, а потом постепенно увеличивать нагрузку. На продвинутых этапах допустимо использовать даже веса. Дэн, каков разумный предел в базовых упражнениях? До какого рабочего веса можно идти в базе без вреда для косно-связочного аппарата? Это зависит от твоего косно-связочного аппарата, но в целом ты должен понимать, что когда ты прогрессируешь в базовых упражнениях, у тебя растут не только мышцы и их сила, у тебя приспосабливаются суставы, связки, тоже они приспосабливаются, кости становятся толще, подвижность суставов снижается, эластичность связок снижается. Это все адаптативные реакции для того, чтобы поднимать большой вес. То есть, по идее, если ты все делаешь правильно, соблюдая технику и можешь этот вес преодолеть в данном количестве повторений, то к этому весу приспособлены не только твои связки и суставы, но, вернее, не только мышцы, но также кости, связки и суставы. Поэтому есть определенные пределы, больше которых редко у людей получается. Ну, допустим, для жима лежа это два своих веса, для приседаний это обычно три своих веса, приседания, становая тяга. То, что идет выше, это уже такая зона риска, но если ты все делаешь правильно, а, как правило, люди, которые доходят до таких результатов, они все делают правильно, еще и используют фармакологию, то тогда большой опасности нет. Дэн, привет, сушусь по твоей схеме, тушка на просушку, ем 100 грамм гли в день, полторы тысячи калорий, за три с половиной месяца скинул 11 килограмм. Ну, хороший результат. Спасибо, сейчас вешу 89, рост 190, вес уходит, а сало все висит. Может, стоит делать перерывы в сушке, а тоже все в печени сидит, вечно хочу жрать. Попробуй читерить, попробуй добавить раз в неделю читмил какой-нибудь, то есть, поешь углеводов, поешь какой-нибудь гадости вкусной, раз в неделю. Выберите там в субботу, допустим, или в воскресенье. И тебе психологически станет легче, и я надеюсь, что амин веществ раскрутится. Ну, попробуй почитерить. По моим наблюдениям, обычно это помогает, когда человек так долго сидит, у него психологически уже застой, не хочет ничего делать. Денис, сетевой маркетинг? Да, нет. Зависит от сферы действенности, зависит от того, что вы продаете. Сетевой маркетинг это просто инструмент, в нем нет ничего негативного. Но когда вы продаете Energy Diet с помощью сетевой маркетинга, это плохо. Потому что продукт не очень качественный. Если же вы продаете, например, продукцию Apple, какие-нибудь компьютеры вы продаете, но действительно продаете что-то толковое, это тоже иногда продают сетевой маркетинг. Но в этом нет ничего плохого. То есть, все зависит от объекта, что продается. Привет, Дэн. Как ты питаешься в поездах, в новых городах, на отдыхе или в деловых поездках? Соблюдаешь ли ты режим питания или не паришься и по приезду возвращаешься в свой режим? Слышите, за дверью шум. Это мой товарищ Витя Воропаев жарит какую-то вредную фигню очередную. На самом деле, в поездках это зависит от того, с кем я в поездке. То есть, если я с Анютой в поездке, то мы питаемся правильно. Если я один в поездке, как вот сейчас, то... Ну как, я стараюсь не питаться постоянно фастфудом, но если, допустим, захочу, могу и фастфуд съесть. А вообще, я стараюсь что-то покупать, продукты какие-то и готовить. Правда, я не такой фанат готовки. Я обычно очень все просто готовлю. Я могу купить мясо, просто его отварить и съесть с овощами какими-нибудь. Но если мне неудобно, неудобно, то проблем никаких нет. Я питаюсь тем, что есть. Допустим, вчера был шведский стол, мы были в гостинице, я наелся там, что только не ел. Там и блины там были, и картошка, ну мясо, правда, побольше я старался есть, но была там и картошка, и блины. Сегодня вот мы ели курицу и были у нас макароны. Хотя мы макароны уже не ел, наверное, месяца два. То есть, что есть, то и ем. Денис, ты сейчас занимаешься только блогом или еще бизнесом? Если да, то каким, если нет, то почему? Я вот конкретно в данный момент бизнесом я никаким не занимаюсь. У меня есть планы по поводу очень сложного бизнеса, и для того, чтобы приступить к реализации этих планов, нужно сделать определенную подготовительную работу и подготовить определенный бэкграунд. именно сейчас я этим и занимаюсь. Эта подготовка многоуровневая, она в том числе включает знание английского языка и финансовое благосостояние, возможность сделать закупки. Ну, в общем, я бы, если бы еще каким-то параллельным бизнесом сейчас занимался, то я бы не потянул, мне бы не хватило времени. А что сильнее, генетика или моральные принципы? К примеру, усыновили ребенка, что в нем доминировала генетика родителей алкашей или стройный социум с воспитанием и образованием приемных родителей? Я думаю, что если ребенка усыновили сразу же после рождения, то сильнее будет образование, потому что человеческое существо формирует свои социальные инстинкты пока ребенок. То есть, ребенок рождается без социальных инстинктов, он получает их от социума. Другая проблема может быть в том, что если этот ребенок пару лет уже прожил со своими родителями алкашами, то тогда могут быть проблемы. Поэтому если усыновлять, то усыновлять сразу же после роддома. Так. Вот тут вопрос про синовальную жидкость в суставах. в суставах хруст, ноющие ощущения. С суставами, ребят, может быть очень много проблем. Есть артриты, артрозы, огромное количество заболеваний. Непонятно, о чем идет речь. Но в целом я обычно что советую? Если у человека хрустит дискомфорт какой-то, щелчки какие-то во время выполнения упражнений, я обычно советую всегда ограничить амплитуду движения в упражнении. Очень часто бывает это из-за гипермобильности. Вот. И достаточно снизить амплитуду выполнения движения, как все становится на свои места. Можно ли курсить с аденомой простатой? Если да, то какие препараты заранее спасибо? Нет, это нежелательно делать. Дэн, давай новую анаболику просушку. Аквохимики, химики. Есть ли смысл использовать многоповторку и пампинг в натуральном тренинге? Да, смысл есть как при натуральном, так и при ненатуральном, но ты должен быть готов к тому, что при подобном подходе у тебя не только лучше будут гореть жир, но и мышцы. Ну, то есть многоповторка будет жечь мышцы больше, чем классический вариант 6-10 повторений. У натурала этот процесс будет еще более интенсивный тем, то есть ты еще больше будешь мышцы терять. Поэтому смысл есть, если основная цель именно сбросить вес. Если цель сохранить как можно больше мышц, то я бы не стал это делать. почему лохи и задроты не парятся за свою жизнь постоянно гоняют довольные? Лохи и задроты разные бывают. Бывают лохи и задроты, которые на этом циклятся и ничего им не легко и не хорошо. Они прекрасно понимают, что у них все плохо и переживают этот отчет. К сожалению, бывают нормальные люди, у которых все хорошо, но они испытывают тоже вот эти неприятные ощущения, то есть они загоняются негативом. Но есть такие лохи и задроты, которые внушили себе, что они красавцы и короли, которые парили всех вокруг фекалиями и именно поэтому они чувствуют себя хорошо. Они живут в иллюзии, они создают себе иллюзорный мир, что у них в жизни все нормально и все правильно. Денис, вы смотрите шоу Экстремальный досуг? Нет, не смотрю. Я вообще телевизор не смотрю. Про книги когда созреют до сюжета с подборкой книг, такой сюжет выйдет. Как ты относишься к Energy Diet? К Energy Diet отношусь негативно. Знаете, качество продукта врата пропорционально качеству рекламы. То есть когда рекламы очень много и когда реклама очень агрессивна, меня это всегда настораживает. Хороший продукт он не нуждается в таких интенсивных средствах продвижения. Отношение Денчика к видеоответу Юрия Спаса-Кукоцкого на ваш выпуск с Немагией. Я, к сожалению, не смотрел этот выпуск. Но слушайте Юру. Все, что Юра говорит всегда правда. Денис, ты так много рассказал полезного за все это время. Остается спросить только как у тебя дела? Да нормально дела, пацаны. Нормально. Все хорошо. Все хорошо, Денчика. Все по плану. Главное, что все идет по плану. И даже когда сложно, ты чувствуешь себя хорошо, потому что все по плану. Придумал вопрос, что делать, если друг пиздит постоянно? Ну, если ничего не делай, зачем тебе что-то делать? Не дружи с таким человеком, который тебя постоянно обманывает. так. Ден, выручай, не могу тренировать трицепс практически во всех базовых движениях на него сильно включается передняя дельта. Дельта включается. Дельта, она оп, и включилась. А что сделать? Вот мы подумаем, что надо сделать. Надо дельту выключить. Как выключить дельту? Делай изоляцию. Даже можешь попробовать перед базовыми упражнениями делать изоляцию, чтобы трицепс утомить разгибаниями, ну, какими-то вариантами французского жима, или, допустим, на блоке, и только после этого делать базу, чтобы у тебя трицепс изначально был более утомлен, чем твои дельты. Соответственно, потом уже в базовых упражнениях он будет раньше отказываться, чем твои дельты. А дельта не будет болеть. Это не базовая рекомендация, это чисто твой случай, раз у тебя не получается изолировать трицепс. Стоит ли курсить метаном на 70 кг росту 173 см? Нет, не стоит. Если ты не знаешь, стоит или не стоит, то тебе не стоит. Не надо на Дениса перекладывать ответственность за решение. Чеснок снижает риск заболевания раком? Я не знаю, не уверен. Как настроить себя на постоянный путь к развитию, а то развитие идет и останавливается и снова вниз. Как не сбиться с пути и постоянно развиваться? Для того, чтобы развиваться, нужно иметь четкую цель и нужно иметь четкое желание, чего ты хочешь. Если у тебя четкой цели нет, а четкой цели нет, как правило, потому что нет четкого желания, что ты хочешь, то тогда у тебя будет масса отвлекающих факторов. Ну, весь вопрос мотивации, как всегда. Все всегда упирается в мотивацию. Насколько ты хочешь то или иное достижение. Если ты его хочешь по-настоящему, то у тебя полно мотивации. Ты не можешь сбиться. Ты хочешь и все. Для тебя это крайне важно. Привет, Денис. Можешь посоветовать похудеть и сделать пресс к лесу? К лету. Возможно ли сделать это за два месяца? Да, можно похудеть за два месяца. Пресс за два месяца ты не сделаешь, но, скорее всего, пресс у тебя уже есть переводный. Чтобы его видеть, нужно похудеть. Ребят, покупайте методику. У Денчика есть классная методика. Тушка на просушку. Одна из самых лучших моих методик за все время существования. И огромное количество позитивных отзывов. Люди худеют. Мужчины, женщины. То есть, это работает. Зайди на сайт fitforlife.ru Мои книги. Там Тушка на просушку. Она стоит абсолютные копейки. И она реально объективно работает. Как избавиться от тараканов? Надо купить диклофосик. диклофосик в левую ноздрюю и так все и тараканы разбежались из головы. Как это? Как же там говорилось? Бабочки в животе были убиты тараканами в голове. У меня был недавно сюжет на ютюбе называется по-моему 5 способов как избавиться от негативных мыслей. Посмотри. Твои тараканы это и есть негативные мысли. Забей на ютюбе прямо сейчас этот мой сюжет там дается 5 конкретных рекомендаций сейчас нет времени про них говорить действительно рабочие вещи которые действительно эффективно помогают. Если ты послушаешься что там написано то все твои тараканы разбегутся получше чем от деклофоса вот так вот Денис почему многие атлеты кричат вовсю про ЗОЖ ЗОЖ а сами шныряют анаболики это никак не может быть ЗОЖ но есть вопрос о точке зрения ребят понимаете угол зрения точка зрения зависит от угла просмотра то есть каждый хвалит свою колокольню каждый пытается доказать что он лучше чем другой качок пишет что да зато я не курю не бухаю но химия мол типа только помогает здоровью а какой-нибудь булдоз будет кричать наоборот типа это ж фигня алкоголь а зато вот это вот анаболики от них писька не стоит и печень отваливается каждый хвалится защищает свое мировоззрение каждый пытается всех остальных смешать с говном качки не исключение именно поэтому они говорят мы ЗОЖ 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 или не ЗОЖ вот а на деле на деле каждый пытается прокричать что он лучше чем другое Денис стоит ли открывать бизнес 17 лет например кофе машину и тому подобное так как свое будущее я в учебе не вижу стоит конечно стоит бизнес это это хоть в 13 лет конечно стоит сколько еще будешь в Литве спрашивают сегодня уезжаю мы сегодня в 3 часа собираемся в посольство забираем паспорта и двигаем на Минск так асимметрия грудных ребята асимметрия грудных либо она вам кажется либо она генетическая ну то есть я не помню какая асимметрия если вот этот вот треугольник разное крепление связок на разной высоте то вы это уже не исправите так сауна-баня вчера был этот вопрос после занятия в тренажерном зале сауну-баню лучше не надо делать так читмил был вопрос сегодня я же говорил допустим читмил если вы уже просушились достаточно много сбросили то раз в неделю можно читерить креативный кофе если нет никаких транспортных систем если это вот порошок креативный моногидрат то с кофе не надо его пить будет работать хуже так так ну все наверное у вас как-то вопросы накопились вопрос вот последний на сегодня глубокая депрессия можно ли выйти из нее самостоятельно или только с помощью специалиста при долгом лечении есть много способов выйти из депрессии стрессовых состояний много можно выйти самостоятельно если ты знаешь как знаешь я вообще советую тебе почитать ту книгу которую я сейчас пишу она выйдет где-то ближе к лету там будет огромный раздел называется антистресс и огромный раздел счастья и в этих разделах я постарался по минимуму воды разместить по максимуму разместить практических рекомендаций ну например допустим ощущение счастья удовольствия от жизни регулируется таким веществом как серотонин а серотонин у нас вырабатывается из трептофана плюс солнечный свет то есть минимум вы должны находиться на солнце там 30 минут в день так чтобы у вас вырабатывался в голове серотонин плюс должны быть определенные продукты питания такие допустим как орехи да или допустим такие как красные края я там даю перечень то есть я даю практические рекомендации что вам поможет бороться со стрессом даю практические рекомендации что вот если вы себя плохо чувствуете надо идти к друзьям нужно идти в коллектив в социум частью которого вы являетесь потому что лучше всего человек с этим справляется когда удовлетворяется инстинкт самоидентификации что я часть какой-то социальной группы то есть вот много вот таких вот вот фишек одно за другим дается людям для того чтобы избавиться от депрессии от стрессовых состояний и ну это такая знаете рекламная рекламная акция сейчас идет то есть интересные материалы я пишу хочется уже поскорее его закончить ну блин еще столько там работы физрук мне нравится ребят смотрел первый второй сезон очень нравится буду и дальше смотреть денчик шестидневный сплит на сушку можно и при шестидневном можно и при трехдневном сушиться шестидневный сплит на сушку для натурала да нормально в общем-то для натурала задача какая очень медленно сушиться то есть очень медленно снижать калорийность если снизишь быстро то посыпется мышца моментом метан с основнозолом в таблетках нет не стоит брать возьми один оральный препарат не надо брать два оральных препарата это будет большая нагрузка на твои органы почему читаю вопросы с инсты ну захотелось разнообразия просто в инсте когда человек пишет вопрос у него есть время подумать и спокойно написать а когда он пишет вопросы в перископе обычно это происходит сразу же то есть вместо мало времени для того чтобы подумать во-первых во-вторых я все вопросы не успеваю читать и в-третьих человек не может написать большой вопрос потому что я не успею его прочесть он быстро пролетит поэтому я решил так поэкспериментировать сделать анонсик в инстаграме но сейчас я могу отвечать на ваши вопросы в инсте когда в Киевс они поедете посмотрим на днях может и поедем на диете важнее БЖУ или килокалории и то и другое важно ну калорийность важнее общая калорийность конечно же важнее если друг всегда пиздит ну был же вопрос в инсте такой не дружи с тем кто постоянно тебя обманывает клены станзы на сушку на сушку хорошо клен плюс тероидные гормоны станза так себе форум форум мне нужен для того чтобы было больше обсуждений больше тем и больше мыслей ну в конечном счете я вижу в этом развитие когда становится не меньше а больше когда становится больше статей это хорошо когда становится больше обсуждений это хорошо я стремлюсь и в плане блога в плане сайта развиваться поэтому мы сейчас пришли к формату форума от формата блога научиться быстро читать тебе придется контролировать многие вещи но самым главным что тебе нужно научиться делать это научиться расфокусировать зрение для того чтобы ты одним взглядом сразу охватывал несколько слов в идеале пол предложения полстроки даже неправильно полстроки на странице а мы обычно когда читаем что-либо мы выхватываем буквы из контекста из каждого слова для того чтобы читать в несколько раз быстрее тебе нужно выхватывать не буквы а слова то есть вот ты смотришь в два пульса ты смотришь строка у тебя на странице ты смотришь первую половину строки один пульс В следующий пульс ты смотришь вторую половину строки. И вот так ты читаешь всю страницу. А большинство людей, и я в том числе сейчас, мы читаем буквы в каждом слое, поэтому медленно. После перерыва нужно тренироваться постепенно, очень осторожно. Начинать с маленьких нагрузок. Креатин – это рабочая добавка, которая участвует в цикле воспроизводства энергии. Примерно на 2-3 людей очень хорошо чувствуют креатин. Не чувствуют креатин те люди, у которых естественного креатина очень много. В Баблорубик, да, конечно, буду отвечать. Я отвечаю везде. Просто бывают такие моменты, когда, допустим, я сутки или двое, я не рядом с компьютером, и я не отвечаю. Вот я, допустим, сегодня и вчера я был без компьютера, поэтому я не отвечал. Гормонозаменительная терапия. Она не будет вредна для сердца, если она будет именно заменительная, да? То есть если будет немного. Нет, я буду рад, если мои ученики меня превзойдут, буду ими гордиться. Добавляю комрадов в друзья. Но просто, чтобы попасть в друзья, нужно постараться. Точнее, просто так. Давай будем друзьями. Надо... В Данечка есть критерий. В друзья попасть все подряд не попадают. Про БЦА был вопрос, да? Про креатин, про БЦА какой-то. Ну, в общем, с БЦА все просто, ребят. На БЦА лучше деньги не тратьте. Деньги на ветер, так сказать. Единственное время, когда имеет смысл использовать БЦА, это когда вы сушитесь к соревнованиям. Чтобы горели меньше ваши мышцы. Во всех остальных ситуациях БЦА вам не нужен. Хочу на семинар. Ну, мы в Москве будем еще проводить много достаточно семинаров. Я планирую, там, периодически, может быть, раз в месяца-два в Москве проводить какие-нибудь семинары. Поэтому у вас будет еще такая возможность. Вильнюс понравился. Мы вчера ходили в башню Гедемина. В общем, гуляли по центру. Мне понравилось. Такое, значит, умиротворение, спокойствие. Вот эти вот кафешки. Прикольно. Не так суетливо, как в Москве, допустим. Чем-то похоже на Львов старый. Чем-то похоже, может быть, на центр Киева. Ну, вот такие вот места, где каменная брусчаточка. Исторические места. Люблю такие. ГСПГ, как понизить. Есть различные способы для понижения глобулина. Ну, например, ты можешь... Инсулин использовать раз. Первый способ. Потом ты можешь использовать... Станозолол таблеточный. Он тоже понижает глобулин. Ну и, конечно же, ты можешь использовать проверон. Вот эти вот три препарата, они понижают ГСПГ. Причем очень значительно. В Милан. А что, я могу. У меня аж риск это есть. На целый год у меня шенгенчик стоит. Посмотрим. Посмотрим. Мы вообще собираемся с Аней, по-моему, в июне лететь в Прагу, по-моему. На какой-то концерт мы там летим. А может даже поедем, не знаю. Но до Милана далековато, конечно, от нас. Так. Метан 30 мг в день поможет, если есть мало и неправильно. Но если есть мало и неправильно, то у тебя не с чем будет... Ну, будут... Будет расти твоим мышцам. Поэтому это плохо. Глютамин. Значит, есть такая теория, что он очень хорошо работает для повышения иммунитета. Я считаю, что лучше в этом плане работает аскорбиновая кислота. Визу... Я пока не видел паспорт, а сегодня в 3 часа узнаем. После 25 лет самое время менять что-либо в своей жизни. Так. Дэна, у тебя сердце из груди вылетает. Ну да. Скажи, пожалуйста, диномо и астероиды, какие можно? Ого-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го... Ну, тебе... Слушай, это вопрос очень рискованный. Я могу сказать, но я тогда буду крайний, я не хочу этого... Ну, нежелательно вообще. Понимаешь, нежелательно. Все может влиять на увеличение. Все. Просто есть вещи, которые вообще точно нельзя, а есть которые рискованные. Политические вопросы пошли. Я думаю, что пока Россия не развалится. Пока все очень крепко держится. Ладно, ребят, спасибо, что побыли со мной. Мне было очень приятно. Пойду я читать дальше. Всем бобра. Давайте, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok